приветствую друзья вас на своем канале земледел сегодня 26 января пятница вот сейчас хожу смотрю поливать не поливать что на глаз смотришь все нормально сыренько земля сырая ходим копаем смотрим чтобы не было переуложнения почвы так как для активного роста корней сейчас первая стадия будет развитие корня посеросадная поэтому мне необходимо держать баланс кислорода в почве для этого производим замеры влагомером почвенным максимальное значение должно быть всегда в районе 70 75 процентов влаги в почве то есть пример у меня 70 процентов влажности в почве и 30 процентов будет кислорода тогда ничего не будет гнить преть все будет нормально и сегодня у меня по идее субулинок идет как глина мажется хотим и рыхлящие раз вносим вообще-то вот так и полив индивидуально идет до каждого вида почвы отдельный свой то есть на супесь мы поливаем больше то у меня маленьких теплицах идет с песком земля супесь там мы поливаем гораздо больше чем здесь здесь же примеру вода емкость почвы большая и поливы делаем чуть-чуть пореже и поменьше льем в основном проверяем руками ходим копаем вот видно почва сырая когда сжимаем примеру и кидаем не должно разломаться вот разломалась как бы сухая все по идее как бы это вот народный метод такой в принципе действует но сожалению на нужна точность это не точный дома где-то там под пятью десятью кустами можно принципе проверить на на таких промышленных объемах как у нас к сожалению этот действует поэтому для этого мы приобрели влагомер такой не прям профессионально китайским и вполне рабочий вот такое у него название что выглядит он вот так идет два щупа 25 сантиметров такая ручка провод производим замеры полива им важно с почвы как я уже сказал у меня идеально это 70 75 процентов нужно по идее сейчас у меня руками смотрю полив получается мне нужен а проверку произвожу аппаратом получается у меня показывает перелив вот примерно сейчас мы уже растения проверим проверяется на глубину 20 25 сантиметров как корневая развивается в этом где по зоне глубин замер производим нажатием кнопки что 112 процентов идет у меня влажность почвы это получается у меня превышение то есть у меня почва залита сейчас чуть найдем посуши по идее вот сухое место на вид про овощи сухо капец сейчас по замеру посмотрим сколько будет показать вот даже здесь показывает перелив почвы вот здесь вот сухо на внутри он сыренькая что на глаз можно определить но не точность я уже говорил нам нужно точно стоит здесь я уже буду произвести замеры сейчас потеплиться пройдусь если у меня везде превышение перелита поливать тогда не будут поливал я в первый день после посадки поэтому меня может быть залита до сих пор открываем солнышко то нету еще отдела открываем все равно испарения пока нету корень еще не развился но уже пошел бог вчера копал на первые сутки в бок уже пошел это уже хорошо все самое главное это баланс кислорода почвей если мы это нарушим то к сожалению не будет успеха у нас так здесь сейчас произведем замер меряем в районе 20 сантиметров по окружности вокруг растений на глубине 20 25 сантиметров то здесь тоже пришли так что сегодня полива точно не будет будем чуть-чуть подсушивать час температура у меня на 20 градусов стоит почва у меня сейчас 17 градусов по краям немножко холод еще идет бетон тянет но ничего сейчас нагрею температура теплоносителя на 40 градусов стоит так что нормально перепада такого не будет что у такс друзья следите за балансом кислорода почве чтобы у вас не было никаких заболеваний чтобы у вас растение развивалось нормально особенно на таком на такой стадии после посадки 1 месяца обязательно если за этот первый месяц мы не на разве если мы не будем развивать корень мощный красивый большой то во время начала сборов у нас уже могут начаться проблемы и перелив сами знаете конечно то что погубно влияет на растение то что корневые гнили все пойдут у нас вот так будем следить завтра сделал также утром замер сегодня попробую вечером замер сделать но я так думаю ничего не изменится поэтому скорее всего будем завтра замерять утром полив производится всегда утром на ночь нельзя поливать почему потому что испарение на ночь нам не нужны влажность у нас ночью не регулируется это днем я могу открыть что-то там проветрить а ночью к сожалению мы не можем тоже высоко влажность нам не нужно что вот так друзья вот такой коротенькое видео хотел показать тем и мере кому интересно вот такое вот название у него недорогой агрегат ну вполне рабочий откалиброванный все как положено что не врет не бречет все друзья пойдем дальше работать всем спасибо за просмотр лайки подписки пишите вопросы не стесняйтесь всегда рады всегда на связи с вами будем все всем пока